ГИБДД Москвы задержала очередного блогера, который демонстративно выкладывал свои нарушения ПДД в соцсетях. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Как я уже рассказывал ранее, на сегодняшний день сотрудники ГИБДД активно мониторят соцсети в поисках нарушителей ПДД. Помимо обычных водителей, туда попадают материалы и блогеров, которые сами непосредственно выкладывают фотографии, видеозаписи своих нарушений, тем самым демонстрируя полное игнорирование ПДД и пропагандируя как раз-таки грубые нарушения правил дорожного движения. Один из последних подобных нарушителей блогеров был выявлен сотрудниками ГИБДД Москвы в конце января 2022 года. Сотрудники полиции в ходе мониторинга соцсетей обнаружили аккаунт этого автовладельца, который неоднократно размещал видеоматериалы, где он пропагандировал нарушения правил дорожного движения, которые несли опасность для всех окружающих. В итоге личность данного водителя сотрудниками полиции была установлена, информация по водителю и по его транспортному средству была передана сотрудникам дорожной патрульной службы. И буквально в течение нескольких минут этого водителя уже задержали на дороге. После остановки было установлено, что за 2021 год данный водитель привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД 21 раз. При остановке в ходе разбирательства на данного водителя было составлено сразу 7 административных материалов, в том числе за управление транспортным средством лицом, не имеющим водительских прав, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Молодого блогера доставили в мировой суд, регистрационные знаки его транспортного средства были изъяты, а сама эта семерка была доставлена на штрафстоянку. В итоге по решению мирового суда данного блогера арестовали на 11 лет. В конце декабря 2021 года в ГИБДД Москвы уже рассказали, что сотрудники госавтоинспекции столицы активно мониторят ситуацию с этими блогерами, нарушающими ПДД. Для этого они подписались на их аккаунты. То есть сотрудники ГИБДД на сегодняшний день являются подписчиками всех этих нарушителей и в госавтоинспекции Москвы обещают давать правовую оценку каждому факту выложенного такого видеоматериала в соцсети. Я напомню, в январе 2022 года в Госдуме прошло большое совещание рабочей группы, целью которого было обсуждение вопросов по ужесточению наказания для злостных нарушителей ПДД, в том числе и для блогеров, которые выкладывают свои нарушения в демонстративных соцсетях. В рамках данного заседания представитель Роскомнадзора сообщил, что по их данным, по их мониторингу на сегодняшний день по всей России порядка 150 есть аккаунтов блогеров, основной контент которых как раз таки направлен на пропаганду грубых нарушений правил дорожного движения. На сегодняшний день со стороны Роскомнадзора проводится анализ, проводится работа по подготовке индикаторов и показателей, согласно которым данный контент будет считаться запрещенным к распространению на территории России. Соответственно, после того, как эти поправки будут приняты, контент, видеоролики, фото этих блогеров-нарушителей будет блокироваться. В том числе не исключено, что блокироваться будут не только видеоролики, но и полностью сами аккаунты этих блогеров. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму уже в феврале 2022 года. Вот такая вот информация. Что вы думаете по этому поводу? Как вы относитесь к таким блогерам-нарушителям, которые выкладывают свои материалы в соцсетях? Вы традиционно можете поделиться своим мнением в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!